Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной за повседневной жизнью Пермей и Пермяков наблюдает оператор Александр Хробостов. Мы колесим по Пермским дворам улицам на комфортабельном и практичном семейном автомобиле Черри Бонус, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. И для начала традиционный телезрительский кадр дня. Этой фотографией поделилась с нами Светлана. Смотрим, заяц, ну или допустим кролик. А теперь, внимание, увеличиваем ценник. И с удивлением читаем, курица-кролик. Хм, может быть, этот кролик работает курицей? Ну тогда, где у него перья? Ну, в общем, как-то странно в животном мире. Когда заходишь в третий подъезд дома номер 7 по улице Ким, глаз радуется. Потому что здесь с первого по девятый этаж украшено все. Цветочки, веточки какие-то, ленточки. Занавески на всех окнах. Красота, да и только. Однако, если вы думаете, что мы сейчас будем рассказывать про эту красоту, ошибаетесь. Наша история совсем про другое. Мы расскажем вам историю о том, как в третьем подъезде дома номер 7 по улице Ким соблюдается равновесие между добром и злом. Добро вы только что видели, а теперь зло. Вот, пожалуйста, лужа на полу. Вот, пожалуйста, потеки на потолке. Вчера вечером и сегодня с утра были дожди. И в итоге подъезд промок весь. С девятого и до первого этажа. Сверху донизу. Что характерно. Буквально не так давно здесь был проведен капитальный ремонт крыши. Вот так славно ремонтируют у нас крышу в доме номер 7 по улице Ким. Они с нас сейчас деньги берут, ну пусть даже 5% мы платим. И бюджет дает деньги, так надо их использовать так, чтобы повторно не получилось такое. Неделю назад вот этот стояк, тоже такая же история была, такой ливень был сильный, с грозой. А сейчас вот мы сидим, у нас сейчас нет, телефон не работает, электричества нет. Сказали, через неделю будет. Ну, как быть там. У этого жилого дома два адреса. Лебедево 7 и индустриализации 12. И ни по одному из адресов порядка нет. Жители дружно жалуются на одну вещь под названием H2O. Вода дождевая обыкновенная. Как дождь, так море. Давайте зайдем в подъезд и посмотрим. К моменту приезда нашей съемочной уже часов в 6, как дождь закончился. Здесь и в сухую-то погоду на этих ступеньках ноги переломать недолго. А вот каково по этим утлым досточкам ходить, например, пенсионеру или, допустим, мамочке с коляской. Горе-горькое. Сквер перед ДК имени Солдатова реконструировали и отреставрировали не так давно. И стал он позитивным и симпатичным. Глаз радовался. Но, увы, недолго музыка играла. Вот, пожалуйста, на входе в сквер отсутствует огроменный каменный шар. Куда он делся? Да вот, пожалуйста, метров 20-25 от своего законного места под деревцем лежит. И ведь тяжеленный, наверное. Ну да. Я здоровый мужик, а с трудом чуть-чуть скатываю его на сантиметрик. Вот уж воистину, сила есть, ума не надо. Некуда людям энергию девать. А предложи им за деньги разгрузить, например, вагон с углем, откажутся. Вот таким увидел очередной обычный день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою трудовую вахту Игорь Гиндис и Александр Хробостов. Не забывайте, телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300 и сайт телекомпании «Рефей» в интернете www.refei.ru Пишите и звоните, ждем с нетерпением. Завтра увидимся, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.